Адонин, как они хорошо пощепириваются. Что-то нас ни кто не смотрит, мать. Что, ни кто не смотрит? Не, ни один человек. Как же так? Не может быть. Сашка нас смотрит. Адонин? Нет, просто. Сашка, привет. Ну, из-за Донина, еще и первый год у нас же публикации каждый раз. Адонин очень устал, он не писал сегодня. Да, заработался парняга. Так он все время работает. Да, он такой. Он трудяга. Адонин, если ты смотришь, научись отдыхать. Мать, не только что заливай меня бульоном всюду, все равно. Это очень вкусно. Так, ладно, пока я занимаюсь этими расщепорками. О, видите? Да, смотрите. Я отварила перепелочки. И сейчас буду готовить вкусно еще. Вы знаете, просто уже, ну сколько можно. Сколько можно? Да, ну надо просто людям что-то человеческое показать. Скажу, если честно, вы так много едите, не толстеете. Ну, видно, тренировки наши в семье ему проходят. Но, тем не менее, поверьте, они есть. А вот. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Мне говорят, что мы едим и отсасываем. Отсасываем? Да. Отсасываем. Да, отсасываем. Это очень тяжело. Ну, отсасывать, вы знаете, это... Так, Мася, подожди. Так. Вот эти штучки никогда не... Мася здесь вот так вот разбирает перепевов. Вот так вот. Так. Леша там, блин, все. Так, что делать, когда бесит муж? У нас такого не бывает. Не бывает. Послушайте, а я вам могу рассказать. Приподними, пожалуйста, пока я тут разбираю. Просто поделюсь, как это называется, лайффаки или как там. Да. У девчонок все снимает, любую психологическую нагрузку снимает физические какие-то воздействия. Я, например, люблю мыть посуду. Мне очень понравилось... Поэтому у нас это чисто. Да. Знаете, кто-то любит гладить белье, кто-то моет полы, знаете. Вот. А еще мне безумно понравилось. У нас сейчас в ЕМС, где мы занимаемся, там появились виртуальные очки, где на тебе работает ЕМС-костюм. И в то же время ты можешь боксировать, ездить на лыжах и все такое. Вы не представляете... В каком Вегасе будем пить? Какое удовлетворение я получил... В Лас-Вегасе я буду пить. Какое удовлетворение я получила, когда... Украина. Привет. Когда я била вот того виртуального чувака. Вы не представляете, как это... Моя бабушка готовит по вашим рецептам. Вот это круто. О, круто. Да. А какие у меня вчера были кексики? Валерка-то заценил. А Валерка жив вообще после кексиков? Да. Да, он мне сегодня отвечал. Просто, ну... Понимаешь, ты привел ко всему жирному, разоратному такому... Какому жирному разорату? А люди думали к диетическому вкусному майкексике на бананах с манкой. Это было просто шедевр. Мам, между прочим, очень много ПП-десертов. Ну? Но такого извращенства, как у тебя, блин, поискать, понимаешь? Потому что у людей просто не хватает фантазии. Они делают стандартным путем. Вот здесь я не могу с тобой поспорить. То, что у тебя наибогатейшая фантазия, которой нет ни у одного человека на этой земле... Казахстан, привет. Вот это я не могу, конечно, проверить. А еще я ей песню написал, а ей не понравилось. Ну... Ну, я буду продолжать дальше писать, Мася. Ну, давай, старайся, старайся. Вот, может, с кексами у тебя не очень получилось, а, может, с текстами как-то у тебя пойдет, пойдет. Подожди, у меня и с кексами получилось. Просто если тебе мои песни не понравились, я там оба деда шлю, еще кому-нибудь. Сидя сегодня на мини-кюре, я слышала песню «Твои любимые цветы не за будки» или какая-то такая фигня, не помню, как там. А я тусую у будки. Ну, типа того. Вот это заходит. Я так в стиле не пишу, я пишу глубокие стихи. Глубокие, понимаешь? Они тебе никому не нужны. Баку привет вам, дорогие. Слушай, не надо так обпираться, об меня я сама еле стою. Да? А я на тебе тоже. Я уже это почувствовала. Да? Добрый вечер. Добрый. Вы классные. Приезжайте в Чувашию, в Ставрополь. Да мы с удовольствием. Сейчас мастер запоет, и как мы пойдем по всем городам. Турнэ. Как мы полетим вообще везде. Будем петь вместе. Хочу в Нижний Тагил. А что там в Нижнем Тагиле? Хорошие люди, кстати. Я знаю. Потому что вот зря ТНТ, зря так. ТНТ точно зря. Оно взрыва испортила имидж всех людей, живущих в Тагиле. Тагиле, да. У творческих людей нестандартное воспитание. Будь то еда или наука, да. Саша, вы готовите шедевры. Вот низкий вам поход на Анастасию. Спасибо. А то она в свое время занижает мою самооценку. Говорит. Отстой. А я же стараюсь. Мам. А у меня же вкусно. Мам. Егор ест. Валерка ест. Они просто, понимаешь, они просто друзья. А друзья, они никогда вот, они всегда с тобой и везде. Понимаешь, на суше и в воде. В Казань тоже хотим. Часово. Ну, по-человечески признаться, мам. Снегом у нас нет. Что тебе признаться? Что я хреново готовлю? Вова. Мася, я готовлю великолепно. Кстати, я на завтра придумал потрясающее блюдо. Какое? Я уже даже купила. Ну, видишь, мы очень поздно сегодня приехали. Но это уже будет завтра. Это называется незабудка, про которую ты говоришь. А, незабудка? Ну, может быть. Ну, там три слова всего. Вот. Мы завтра будем с тобой готовить. Я уже купила печень индейки с грушей. Спрашивают, как похудеть. Самый верный способ похудеть – больше двигаться и меньше есть. В общем, все. А все остальное на фитнес-массе смотрите. Иногда я не знаю, что приготовить. Захожу к вам в институт, слизываю рецепт. А я всегда рад поделиться. Очень приятно. Тюмень, привет, мои дорогие. Были в Тюмени. Очень было гостеприимно. Нам очень понравилось. И, короче, Тюмень – классный город. Сыргут, привет. Привет. И вкусно. Господи, какой у вас грушовый десерт был. Я никогда его не забуду в своей жизни. У меня теперь ассоциация будет. Приветики из Доминиканы. Когда в Доминикану, Доминикана придет. Я плачу по Доминикане. Как и по грушовому десертику. Короче, везде, где вкусненько и жарко. И тепло мне вот это масина. Масин, ты долго будешь? Я за это время успел бы их съесть уже, понимаешь? Мам. И переварить. А ты перелей, хотел сказать, компот, бульон. И поджигай этот. Уже все, пора. Украина, привет, Ставрополь. Нягань передает привет. Кто? Нягань. Нягань? Да. Ух ты. Что, вот так вот и лить? Да, просто слей туда мне бульон и поставь его на огонь. Все, у меня тут две улыбки осталось. И все. Я очень люблю перепелок, честно скажу. Снова уренгоя. Привет. Привет. Саша, вези Масю уже в Доминикану. Слушайте, у меня концертная деятельность намечается. Понимаете? Здесь вот как бы Мася там не хотела бы. Ты мне сейчас ножки поплавишь. Не поплавишь. Поплавишь. Мас, там будет висеть. А ты вот. Мас, мне нормально все стоит. На окно поставь. Да на окне мне нет, не хочу. Мам, а у меня это... А я с тобой вот стою здесь, труся по тебе, мне удобно. Да, да, очень удобно. Я на тебе могу полежать. Да, а у меня спина болит. В Екатеринбурге не были? Нет, не были. Нет, не были. Не были. В Челябинске были. А в Екатеринбурге не были. Ладно, если вдруг зависит у нас эфир, вы нам скажите, что завис. Вот, хотя я думаю, я это и такое вижу. Валгоград! О, мне здесь удобнее. Ну ты, опять же, они не видят меня. Вот ты как, я не знаю что. А что тут на тебя смотреть-то? Потому что для тебя ракурсы вообще... Меня видят в реальности, говорит Ирина, блин, они вообще не признают меня. Говорят, вы в три раза меньше. Да? Да, говорит. Как это выстрел? И в два раза добрее? Да. Не забуду-ка, твой любимый цветок. Да, точно. Если поцелуй станет самым горьким, ты любишь говорить, что тебя я не люблю, что любить могут одни девчонки. Ну вот. Вот. А ты что там навертел? Такое, что это, знаешь, это песня логопеда. Хорошо, ладно, хорошо, давай так. Я готовлю тебе с Динки на улыбки, и они вызывают улыбки. От улыбки мы становимся добрее, потому что мы все будем бодрее. Иё, поехали, гады. Давайте, танцуете вместе с папой. Ну, это я уже знаю, что это уже заявка на Black Star. Да? Да, так что... Тимон, ты слышал? У меня есть дар. Мне кажется, у меня тоже есть дар. Мне вот нужен только шанс один из стар. Чё ты рожаешь? Чё ты рожаешь? Мася? У Тимоти борода отвалилась от таких песен, блин. И в подмышках волосы опали, блин. От такого репа. Мам, у Тимоти это рэп. Рэп, йоу-йоу. А у тебя реп от слова репа. Скажу вам так. Кто не парит тупо репу, тот не может вам дать нормального горячего репу. Я думал, нормальную жареную котлету. Ха-ха-ха. Всё. Ты троллишь меня. Не буду больше писать стихи. Не буду больше тебе писать песни. И оставишься одна у разбитого корыта. А ведь ты только что... Ты понимаешь? Если Пушкину говорили, что ты бездарщина... Мам, у Пушкина вообще другая тема. У Пушкина не страшно. стрелял из пистолета. Нормальный мужик был чернокожий, хоть и маленького росту. Мася, у меня вообще нет шанса, я высокий, святокожий и хреново пишу. Да, ты с синими на татуировку, в общем, мать, так бы... Бля, я огонь. Блин, рэп не моё. Вообще, смотрите, готовить не моё, петь не моё, танцевать не моё. Шмак! А вайты снимать не моё, рэп не моё. Блин, да, шо моё. Пойти сразу удалиться, короче, надо. Нет, мать, просто будь собой. Ладно, ничего. Мы найдём себе предвидение. Какое? Подставку из меня сделаем, что ли? Больше мои наряды. Ты куда ездишь? Есть охота. Где мать сделала зубки, в Галактике. Там же, где я. Так, ну чего у нас? Итак, курочку мою... Подожди, мам, ну, не симпатично я тут кости оставила, но вот это вообще не симпатично. Ой, ой, ну это вот творческий порыв, понимаешь? Мам, это фен-шуй, понимаешь? Так, мы готовы? Показывай. Да. Итак, перепёлочка походит. Бульон у нас подходит. Походит, подходит. Так. Что я пропустил интересного, пока я отвернулся на камеру? Та-дам! Планы на Новый Год. Какие у нас планы на Новый Год? Мы ещё не знаем. Мы ещё не знаем. Петь! Петь будем везде. Так. Где эскин Новый Год? Мы, честно, ещё не знаем. Галактик выборов, победители, это напишите у Тилунова, он точно должен всё знать. Вот. Они тут как раз танцевали на днях. Да, танец был у них шедевральный. Та-дам! Мася, Мася, говорят, это моё, понимаешь? Вот. Танцевать не моё, готовить не моё, а Мася моё. Вот. Согласна. Знаете, я помню... До конца моих дней. А когда же ибица будет у меня? Ибица после девяносто девяти. Та-та-та-та-там! Бешкек, привет! Салам, спасибо! Уфа, привет! Нет, в Уфе тоже ещё не были. Покажи людям мою фирменную нарезку. Поехали! Так что, у нас посылала такая вот нарезочка, нарезочка, нарезочка. Куда мы собираемся, не знаем. Куда она занесёт, тоже пока не знаем. Если хочу. Сейчас тебе будет. А она мне не даёт. Сейчас тебе будет вкусно ещё. А знаете, вот если пожарить вот так вот колбасок... Так. С яичком. Нет, сначала их надо пожарить, чтобы из них сок пошёл. Потом добавить густо чеснока. Потом выпануть туда доширака пару порций. Вот. Ну, это ты можешь сейчас просто не мочить. Не-не-не, Масик, я сейчас это... я сейчас сам себя переварю. Переваришь? Вы занимаетесь сексом, Марта? Астрально! А как вы думаете? М? Занимаемся ли мы сексом? Давайте в Сочи. В Сочи нельзя. Кстати, есть вариант, что может и на Новый год мы туда мотанём. Есть такие мысли? Мысли есть. Но если бы я эти мысли выполнял, я бы уже... не знаю. Вы думаете, я сумасшедшая? А она сумасшедшая, настоящая? Цвет настроения шпаки – это да. Это да. Так, мы что, поехали? Да, это пойдёт сейчас. Давай. Угу. Капуста отправляется к перепёлкам. Сладкий, сладкий. Ммм... Ты моя твоя. Ты моя твоя. А, кстати, покажи то «ты моя твоя». Рано. Рано. Блин, а так хотелось показать. Пускай не скачет. Чинар такой подарок вообще подарил маму. Всё покажу. Что готовим? Щи какие-то готовим? Ты моя твоя. Что ты делаешь? Ты моя твоя. Что готовишь дальше? А щишь так капуста? Да, потому что я люблю погуще. Она любит погуще. Угу. И пожёще. Ну, это я. Саша, засчитай ещё что-нибудь. Ты ем с удовольствием. Я сейчас на экспромте-то могу всё что угодно. Ты моя твоя. А, я люблю просто побольше капусти в силу того, что картошки... Моя жена варила щи. При этом она кричала... Нет, пусть в одно место варила щи. Нет, при этом она кричала, что все вокруг дрещи. Потому что она настоящая девчина. Выросла она на сале и... Ну... Ни на чём. Нет, сало я не ела в детстве. Да ладно, ты сало в детстве не ела? Нет. Откуда ты знаешь? А ужин в детстве не ела? А ты не жгла там дома? Нет. Нет, почти больше. Нет, нет, нет. Я на чистых сливках выращена. Это знаешь, когда... Такой перегонный аппарат... Мать, я тебе сейчас, знаешь что, воткну кое-куда ножичек. Когда бабушка пекла пирожки на вареньки. Мне вот эта, знаешь, специальная еда, я это всё не любила. Я булки хомячила, пирожки, оладушки какие у бабушки были. Сейчас бывает на людей... Тленя имеется сходить, понимаешь? Скорая готова будет. Давай так хоть капусту подберём, а? Я тебе сейчас... На, побрезь. На, на, на... Почарышка? Мам, вообще-то надо смотри мне сюда... А, ты вообще... Ну, Хачкала, привет! Нет, ну ты эфир вообще не умеешь вести. Понимаешь, если бы не я, то бы вообще все потухли и от тебя отписали. Почему? Мам, ну ты грустная, потому что... Так, сейчас нет, сейчас мы выясним. То есть, она сейчас утверждает, что если бы не её очарование, искромёт на юмор... Всё, я теперь смотри, давайте я молчу. Да, то значит, все бы от меня, значит, отписались бы. И у меня, значит, никто бы не смотрел. То есть, я, значит, серая моль, значит, да? Нет, ну чё ты серая моль? Нет, такие же бы, ну, высокоинтеллектуальные люди, остались бы с тобой, слушали бы твою философию. Смотри сюда, смотрю. Почему не готовите на электрогриль или нет электрогриля? Нет у меня его. Говорят, да, подписались. Он не ответил на ни один вопрос. Юля, отписывайтесь от меня, всё. Не достоин я высокого звания блогера. Нет, смотрите, вы гения тоже ко мне обижайте, а то он, знаете, они ж люди нервные вообще просто. Да. Поэтому я, если что, спасу ситуацию. Как ты её спасёшь? Без удержанных своим весельем? Да. У меня от твоего веселья скоро нарощенные волосы выпадут обратно. Выйдите, мама. А Александр, нравится ли вам Сари? Кто? Сари. Что это? Сари. Вот я не знаю, что такое. Сари? Я тоже не знаю, что такое Сари. Да, что это такое? Вы супер, уважаю вас. Здравствуйте. А, да. А у нас у меня, короче, четыре года и один день. Четыре года и один день. Я теперь каждый день считаю, как новый день. Это впервые в твоей жизни, да? Да, да, да. Классно, Масю люблю за смех. Масю прекрасно. Спасибо вам. Дорогие. Мам. Давай я уже все порежу. Мам, оно варится и я... Висит эфир. Значит, никто больше не писает, что висит. Нормально все. Мать не левша. Смотрите, правая рука, левая рука. Кажется, что она левая, но она правая. Что за рожа? Друг мой, чё? Нет такого слова. Есть чего. Сари, индийская одежда. А, да, я ещё подумал об этом. На турке нам пишут, что Сари это индийская. А к чему это нам? А я узнал, какой вопрос был. А потом на меня он ругается, понимаете? Ну, почему Мася тебя называет мать? Ну, потому что кому-то нужно быть серьёзной в нашей семье. А серьёзная кто? Обычно мать смотришь, чтобы... Лупизин где-то не зашёл, куда не надо. Да. Что бывает. Конкурс, Мася, будет? Будет 10 часов. У неё стоит. Да, у неё стоит. Будет идей лучок. А чё-то мне кажется, вы букву Лэ не выговариваете. Лучок будет, а бучка не будет. Так что вы это... К логопеду вам нужно. Да. 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 Мася, ну ты будешь уже готовить? У тебя есть, хочу сейчас сдох, но нахрен. Мася. Да. Мася, вернётесь. У меня уже кошки на душе скрипут, Мася. Это я морковку чистишь. А, это морковку чистишь? Ну ладно. Шпайки вы мегапозитивные, да. Нам это удаётся. Я думаю серьёзно сесть, записать ей пару видео. Это ж какая экономия, знаете. О-о-о. Экономия? Ты даже и здесь хочешь поэкономить, да? Ну вообще у меня экономическое образование, так что это... И музыку ты мне писать будешь? И фамилию у меня аж как. Музыку у меня, между прочим, всем классом фортепиано. Ну всё, мне жопа. Смех тебя ждёт, у тебя будет то, чего ни у кого нету. А вот где и надо. Отсутствие ритмы, слогов и так-то, понимаешь? И ритма такая, что нахрен, люди, чтобы послушать свои песни, надо литр рому выпить. Полицейскую академию смотрели третью часть, там этот, бывший лидер преступной группировки, пошёл в полицейскую академию и он этому маленькому, такому, в очках, песни пел. Вот примерно такое я могу. Я не знаю, в чём-то я не знаю. Вы мужчина или женщина? Ну блин, вроде всё нормально, поверьте, всё хорошо. Маська как чувака трудится жить на кухне, умничка. Маська, с Кирова тебе привет. Давай, всем. Я просто делаю супер-мега вкусный мужчин, а щи. Ну я немножко не по-русски говорю. Да? Говорить я не умею. Кстати, вы не представляете. Почему так таращить глаза? Ты не видел, друг, какие-то таращить глаза. Сейчас я покажу тебе. Вот это таращить глаза. А это у меня просто, понимаешь, обычные глаза. Раскроем... Что? Мы сейчас будем делать вкусную заправку. Зажарку-заправку? Заправку, да. Господи, ты можешь же резать. Так что, поехали, нарезаем лучок. Да, у нас будет нарезан лучок. Итак, делаем зажарку, и так нарезаем первого лучок. Вот. Ой, челку нас пошел? Да, только ты... Сколько там тебе секунд? У меня? 31. Отлично. Еще все впереди, все нормально. Та-дам! Здоровая. Спасибо. Жень тебе богатая. Мам, мне надо раскрыть вот эти вот. Уже все раскрывать? Да. Они мне нужно. Мне тут надо просто... Вот так вот оставлю, хорошо? Да, да, да. И вот эту мне надо вскрыть. Вскрыть? Да. Я сегодня выставила пост, мне так он понравился. О том, что я всегда мечтала быть актрисой. И задумалась о том, что очень многие у нас в детстве, мы же всегда мечтали быть кем-то. Меня впечатлила одна девушка, которая с детства мечтала быть патологоанатомом. В итоге она стала забыла кем и до сих пор мечтает быть потологоанатом. Я говорю, так а что сейчас тут останавливать? Ну, такое забавное, да, желание быть? Хотя, я говорю, профессии разные, важны, нужны. Так, это мы нарезали, теперь мне нужно несколько... Стой. Так. Так. Стой. Теперь я делаю просто пока нарезку. Так. Мне нужно несколько колбасок. Так. И что, нарезаем их миленько так же? Да, да, да. Так. Это нормально, что мужчина накрашен, еще и губы накачаны, еще и в жопе импорта стоят. Ух ты! Ну ты вообще сейчас... Знаешь, сейчас человек пойдет напьется. От ужаса. Там, судя по всему, еще в 18 лет, а по-другому году тут пить нельзя. Да. Такие дела. Здравствуйте, здравствуйте. Ваши любимые места в Москве? Слушайте, а какие места, как и у всех, рестораны где-то встречаемся тут, там, сям. Вот. Саша, надо постричь на какой-то беспорядок на голове. Я вам объясню, потому что он после пересадки волос решил отращивать. Отращивать решил. Древнерусский сделает себе, знаете, такую вот шевелюру. Не мог бы даже бороду отпущу. Что ты думаешь по поводу моей бороды? Нет, борода нет. Нет? Нет. Я скажу тебе нет. У тебя есть борода, я скажу тебе нет. Мася, ну а если там это на карьере скажется, на моей? Я смотрю, вот у всех, кто читает рэп, у них у всех есть борода. Мам, это другие люди. Да? Нам такое не подходит. Ну ладно. Что-то, Козь, у Сыра не видно? Все видно. Итак, теперь у нас пошла рулька, мам. Да. Я думал ему сыр Козе показать, ну да ладно. Рулька. Давай. Итак, пошла рулька? Да, мы ее тоже нарезаем. Много? Нет, немножко. Для запаха аромата? Да, мне просто для аромата. Так. Откажитесь от интернета и идите жить в лес. Блин, самое интересное, что это пишут мне люди, которые без интернета прожить не могут, в туалет идут с телефоном. Да. Нравится Масян цвет волос? Масян, видишь? Да, мне тоже очень нравится. Сколько вы тратите на продукты? Сколько есть. У нас еще подписчики есть, которые нас кормят. Да. Вот тут мед нам сейчас подарили, а до этого сало. Угу. Кто-то черчхелу. Ну да, было дело. А с Грузией тоже там привезли много вкусняшек, с Турцией привезли нам всякие пахлаву, всякие орешки. Маски нельзя, поэтому я опаю. Очень прикольно. Фух. Сейчас. Ай, мам! Да. Он все время... Ну что, там все? Итак. С Казахстана привет, приезжайте в гости. Мы с радостью. Возможно, мы не приедем. Я думаю, будет такой шаг. Ну а я твоя. Ну что, я там показываю уже? Ну а я твоя. Ааа, у меня еще не нагрелась. А сколько у меня секунд я смогу сделать мое две маслечка? Ты хочешь их бросить? Да. Ну я же сегодня обедал этот ковар. Да. Ты моя твоя. Так, когда елку держать будете? Слушайте, у нас нет елки. Как у нас не будет елки? Может быть раз в Москве остается? Я не знаю, мам. А слушай, а нет таких служб, знаешь, которые приедут тебе нарядят красивую елку? Нет, Мася, мы должны пойти на рынок, сами выбрать елку. Нет, я не буду вот этим заниматься. Шарики. А я тогда сам пойду. Сюрприз тебе сделаю. Ты придешь... Проси боже, мать. Ты придешь, а я уже елку тебе выбрал. Мам, и от квартиры не останется ничего. Ну, Мася. Нет, мам. Запах елочки должен быть дома. Мам. Я хочу какую-нибудь такую службу, которая придет, все нарядит, все сделает сама, а потом сама же уберет. Маменька, привет, 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 мои дорогие. Да, мам, пошла морковочка. Ой, да, морковочку еще не показал. Пока просто нагревается сковородка. Дальше пошла морковочка. Я просто решила немножко разбодяжить твои рецепты, чтобы люди хоть что-то человеческое поняли. Чего-чего, я не понял, тебе не нравится моя еда, что ли? Нет, не нравится, мам. Только ты смотри. Понимаешь, но она настолько эксклюзивна, что этот эксклюзив исключительно для твоего собственного личного ресторана. Знаешь, люди пьют колу, понимаешь, едят чипсы, захимиченные мороженки всякие, а репы им невкусно, понимаешь ли. Люди отошли от своих корней, не готовы они воспринимать продукты, какими они есть на самом деле. Им все надо соленое, с глюкоматами, с закислителями, с загрязнителями и всем остальным. Мам, ну дешерак со мной. Как часто? Два раза в месяц. Я чтобы не отрывался от людей. Между прочим, я уже не помню, когда я последний раз доширак ела. Ну и... Когда мы с девочками тусили? Елочка, гори. Привет, моя любимая, привет. Как-то идти песню скоро, после концерта все скажем, все расскажем. До концерта пока, да, никак. Никак, как. Череповец нам приятно. Отлично. Мастер, ну я иди скачу, я щас подохну, ебовно. Итак. А поверни ребят, чтобы они тоже видели магию. Они не видели магию масточку. Попадание? Ну, попадание не увидит так. Ну давай. Слушай, Серега, ты готов? Давай. Пошел магия, масточка. Мяу. Блин. Нет. Так, стопы нет. Давай, всю зажарку бросай. Да, я вот это, нет, мне сначала вот это я накидала. Так. Давай. Так, сначала мы положим вот это. Пошли коптенности. И лучок сразу. Стой, на тебя, давай. Вместе с лучком. Про сыр отвечу очень интересно. Что про сыр? Сыр козий едим. Только козий. Ну, какие запахи. Скута? Да, сейчас начни. Это тоже показать нам, да? Да, потому что это все пойдет. А, ну я уже не смогу, у меня осталось 3 секунды. Поэтому я должен показать морковку и перчик. Я уже, пожалуйста, в сковородку бросаю. Хорошо? Почему козий? Потому что он вкусный. Угу. И, ну, мы уже говорили, что вот все вот встречались с интересными ребятами. Это ребята, они взрослее нас, это доктора. Они как раз и говорят, что очень правильно, что все мы все очень скисления организма поднимаем. Вот. Это очень важная тема. Особенно важная у хирургов, собственно, и у косметологов тоже. Вот какие дела. Да. Там целая антиэндж-программа. Да. Связанная с этим. Да. Ну, я еще пока ничего этого не знаю. Ну, скоро-то не знаю. Да, матерь не решай, ёкарный бабай. Ну, правая рука у нее. Видите, вот эта вот рука, она правая. И она ей режет. Меркальное отображение. Приятно видеть женщину на кухне, мужики готовят глуша. Великий Ути придет тебе привет. Да, привет. Отромнейший. Да. Так. Готовы? Так. А как? А как? Морковку и перец. Болгарский. Ага, давай. Морковь и болгарский. Болгар теперь заправляет на дозарку. Что дальше? Я должна это все залить томатами. Оно сейчас потушится и убираю оттуда. Ну, хорошо. Я все успею показать. Короче, вот такая вкусняшка. Есть охота, но, короче, главное, что у меня теперь есть, что поесть. Может, друзья больше заедут. И мне, когда отвечать на вопросы, слушаешь ли я? Да мы на любой вопрос идем. Давай, давай, 4. 33, 9. 4 на 4, 16. Все. Так. Доброй ночи. У вас на третьем задании. Мы написали, что все в пустоту. Мы с чай кустом решили, скидывали. Так. Покажи, пожалуйста. Сейчас. Заливаем все протертыми томатами. Давай. Заливаем голодами и добавляем туда. Все, да? Правильно? Ну, как бы не совсем, но... Почему готовите без перчаток? А зачем с перчатками? А ты в курсе? Можно вам еще санитарную книжку показать? У себя на кухне. Сколько выйдет порции? Да сколько получится, не знаю. Порции 8, я думаю, выйдет. Все у кого привет. Короче, вот так вот. Вкусняшка уже все. Скоро будет готова. Ну и мы вам ее покажем. Ждите, как на пробу пера. А я пока буду подставлять пост и писать вам рецепт. Ну, чтобы было вкусно. Вот. Как? Моя, там еще не успеваем, давайте рубльку с диваном? Нет. Завтра? Нет. После завтра? Нет. В понедельник, что ли? Аааа, сейчас в понедельник? короче люблю и вот кто потом моет посуду кто-то мой грозный привет планируем детишек нет когда детки будут не будут растут на то же привет и тараска на привет все давайте до встречи я буду вам писать рецепт сейчас такой тем более он телефон садится все зеленушка нормально мать большинство